Ну, словом, за рацион белорусов можно не волноваться. Ну и на десерт предлагаем пищу духовную, что вовсе не означает легкую. Шедевры, которые создают эти люди, требуют уж точно не меньше силы времени. Белорусские учителя. Сегодня слова благодарности тем, кто ежегодно ведет за руку миллионы белорусских детей в мир знаний. С профессиональным праздником педагогических работников поздравил президент Александр Лукашенко. Это благодарный и благородный труд найти подход каждому. Вот один из таких случаев. Несколько лет назад в Белорусской государственной академии искусств появился первый экспериментальный инклюзивный курс для слабослышащих артистов. Шесть талантливых людей, которые чувствуют и понимают мир по-другому, используя язык жестов, смогли приблизиться к мечте. Кто их услышал и вдохнул в природную пластику профессию? Негромкий репортаж с мурашками у Нины Можейко. Их шесть. Совершенное число по замыслу пифагорицев. Будущие артисты уже не раз читали в глазах публики «Верю», но несмотря на этот факт, все равно чуть-чуть смущаются камеры. Меня зовут Антон. Я родом из деревни Вязьма Могилевской области. В моей семье все слышащие. Меня зовут Вика. Я родилась в Орше. Родители мои слабослышащие, а вот брат слышит. Меня зовут Алина. Слух я потеряла в младенчестве после болезни. В детстве я смотрела очень много фильмов с субтитрами и мечтала стать актрисой. Быть услышанными, несмотря на иронию судьбы, удивить мир, который привык смотреть на них с недоумением и превратить недостаток в достоинство, сделать жест искусством. Их громкие планы в молчаливом списке. Но так было не сразу. Извините, я слышащие не пою. Глухие поют, вы что издеваетесь надо мной? Я пришел. И когда подняли занавеси и стали глухие актеры жестами петь, все. Первым в них поверил он, директор РДК имени Шарко, общества глухих Евгений Волобоев. Экспериментатор по натуре до этого брался за организацию театра колясочников. Содержал на собственные деньги, но дело не пошло. Зато появилась другая миссия – помочь тем, у кого не так много вариантов для самореализации. Я решила переехать в Минск. Это была моя мечта. Я очень хотела учиться и поступила в колледж электроники. А после решила сама устроиться на работу программиста. Одевалась красиво, прилично так выглядела. Ходила на собеседования, люди задавали мне вопросы. Но как только понимали, что я не слышу, говорили, что я не подхожу. Поставить на ноги детище удалось лишь с поддержкой государства. Был принят указ об инкулизивном образовании. Пять десятков слабослышащих абитуриентов пришли на прослушивание в непривычном для педагогов Академии искусств формате. Эти ребята по своей природе, по своим чувствам, по своей ответственности, по своему пониманию, по своей чувственности. Они отличаются от людей, которые видят и слышат. Какие-то вещи, они просто недоступны пониманию этих студентов. Что значит там, допустим, интонация, атмосфера. Для нас это нормальная ситуация. За дверью разговаривает жена, муж находится в другой комнате. Как может человек, не обладающий слухом и слабоговорящий, услышать то, чего он никак не может услышать? Когда мы слетают, и мы страдаем. Вот эти шоры, вот эти устои педагогические, немножко оказывается, есть другой мир. Экспрессия и выразительность – то, что делает особенность восприятия крайне музыкальной. Поэтому в их расписании музыка и пение, и даже хореография. Мы же не готовим его, чтобы он слышал музыку. Мы его готовим, чтобы он чувствовал ее. А для этого нужно режиссеру, переводчику это все передать. Внутреннее ухо улавливает вибрации, поэтому в их случае нужно добавлять громкость, чтобы почувствовать. Как возможно показать инструмент, который ты ни разу не слышал? Для начала это надо увидеть, пощупать инструмент, понаблюдать за музыкантом, который играет на нем. Мне очень нравится такая музыка, очень мощная. Когда-то я пыталась играть на барабанах, но что-то не получилось. Их природный язык – пластика. Ее и стали развивать на скамейке. За основу взяли карикатуры датского художника. Херлофа Битструпа. По ним можно определить темперамент. Кулаженко – педагог с 20-летним стажем на кафедре, разработчик госстандарта по специальности актерское искусство. Тему развил. В кино могли бы они работать? Да, могли бы. Яркие индивидуальности внешние. Второе. У них природа все-таки живая. Живая природа. Они могут откликаться. Сегодня мы часто ругаем друг друга за то, что зависаем в телефонах. Они и правда отнимают у нас много времени, но без развития технологий в целом мир не был бы таким человечным. Удивлены? Дело в том, что мобильные телефоны и компьютеризации существенно упростили задачу тем, кто не привык делать громче. Например, читают с экраном. И для них гораздо актуальнее один раз увидеть. Сейчас вообще в магазинах намного проще. Покупаешь товар, рассчитываешься карточкой. Видишь цены. Для этого даже не нужно общение. Эти ребята уже делают первые шаги на сцене. А в перспективе они готовая труппа инклюзивного театра в Беларуси. Такие уже существуют в странах-соседях. Первый появился в Москве еще в 63-м году. Он нужен нам, слышащим. Люди, слышащие, они не задумываются, какая это ценность. Видите, какая ценность слышать. Это театр. Он понесет просто большую социальную проблему. Вскрывать ее. И говорить о каких-то человеческих ценностях. А чему они научили вас? Терпению. Терпению, потому что и не делать скоропалительных выводов. Вот чему они научили меня. Второе. Я увидел постепенно, как между мной и ими создавались человеческие теплые отношения. Знаешь, что в каждом из нас, в каждом из нас, в каждом из нас живет любовь. Услышали кожей в главном эфире Нина Можейко, Андрей Градобоев, Виталий Селявка и Михаил Тихонов. Субтитры создавал DimaTorzok